В этом уроке, друзья мои, я хочу показать вам, как мы можем добавить текст на наше видео. Все очень просто. Для того, чтобы добавить текст, нам нужно добавить еще одну видеодорожку поверх ныне существующей. Смотрите, для того, чтобы добавить видеодорожку, мы можем использовать несколько способов. Во-первых, мы можем по свободному полю на уже существующей видеодорожке щелкнуть правой клавишей мышки и выбрать пункт Insert Video Track, то есть добавить новую видеодорожку. Я нажимаю по данному пункту, и добавляется новая дорожка вот здесь вот сверху. Еще один способ, которым мы можем добавить видеодорожку, еще проще. Для того, чтобы добавить новую видеодорожку, мы можем использовать сочетание горячих клавиш Ctrl-Shift-Q. Я нажала сочетание данных клавиш, и у меня добавилась новая видеодорожка. Как видите, все достаточно просто. Так вот, после того, как мы создали новую видеодорожку, поверх, обращаю ваше внимание, уже существующей, мы можем... Сейчас я увеличу масштаб. Мы можем перейти на вкладку Media Generators. Здесь щелкнуть левой клавишей мыши по пункту Legacy Text, то есть устаревший текст. Выбрать наиболее подходящий нам пресет с текстом. Сразу обращаю ваше внимание, что шахматка, вот такая вот шахматка, указывает нам на прозрачный фон под текстом. Вот здесь же текст находится на сплошной заливке. То есть если мы добавим такой текстовый слой, вот такой, например, как черный, сейчас покажу вам, то под этой черной фоновой заливкой мы не увидим совершенно ничего. Если только, конечно, не снизим прозрачность данной видеодорожки. Но это нам тоже неудобно. Поэтому все это дело убираем. Вот этот вот пресет с текстом позволяет нам перекрыть все, кроме изображения под самим текстом. То есть сейчас я покажу вам, как это работает. Добавляю. И смотрите, сейчас у меня вот эта вся основная часть закрыта, а сам текст как бы является прозрачным. И под самим текстом у меня проступает то, что у меня отображается на видео. Иногда этот прием бывает очень даже к месту и интересным. Но мы сейчас с вами поэкспериментируем с другим вариантом. Мы с вами добавим обыкновенный текст на наше видео. Давайте мы добавим с вами на видео вариант с тенью. Просто перетаскиваем с зажатой левой клавишей мышки данный пресет. И изменяем вот эти вот исходные данные на свои. Я выделяю этот текст, удаляю его и вписываю здесь, например, как-то так. Мы можем изменить свойства данного текста. Мы можем выбрать другой шрифт какой-то. Давайте я выберу... Ну вот пускай это будет вот такой вот текст. Мы можем изменить его размер. Мы можем убрать выделение полужирным. Можем проставить курсив, вернув все на свои места. И можем также положение текста изменить, скажем так. Но я оставлю все вот так. Меня, допустим, устраивает такой вариант. Это на вкладке Edit. Мы все изменили, как нам нужно. На вкладке Редактирование. Вкладка Placement. Сейчас я немножко увеличу вот это вот окошко. Она указывает на то, где конкретно будет располагаться наш текст. То есть в моем случае, допустим, я хочу, чтобы это было название моего фильма. И я буду ставить текст в самом начале. Поэтому совершенно логично, что он вот такой большой, по центру, крупный, читаемый. В общем, такой, каким я его сейчас сделала. Но, возможно, вам нужно будет что-то помельче, поменьше. Возможно, вы захотите сделать указание на какой-то определенный момент и поставить в каком-то определенном месте текст. Так вот, вам поможет это сделать вкладка Placement. Давайте я вам сейчас это продемонстрирую. Я сделаю данный мой текст меньше, где-нибудь вот таким. И, например, я хочу поставить его где-то в правом верхнем углу. Я захватываю рамочку с текстом и перетаскиваю мой текст вот сюда. Красная рамочка, сразу хочу сказать, указывает нам на пределы, за которые мы не должны заходить. Ну, по крайней мере, нежелательно заходить, чтобы не утерять данные вот за ее пределами. В принципе, мы можем ее и уменьшить, эту рамку. Вот в этом вот поле мы можем выбрать, например, 5%. И наша рамка стала шире. Сейчас я определяю свой текст, допустим, вот здесь. И все, по идее, он у нас добавился. И теперь будет отображаться там, где нам было нужно. Вкладка Properties. Здесь, по сути, мы можем поиграть несколько с текстом. Мы можем интервалы изменить. Мы можем изменить цвет текста на любой другой, например, там на синий или же желтый. Наоборот. Мы можем снизить прозрачность нашего текста. Видите, меняется прозрачность. Вот так он наиболее яркий, а вот так он становится все более прозрачным. Используя пипетку, кстати говоря, мы можем сделать текст какого-то определенного цвета, например, вот такого. Видите, он изменился. Это тоже бывает очень даже удобно. Ну и в настройках Background Color указаны цвет фона. Смотрите, если я сейчас подтягиваю в самый верх прозрачность, уровень прозрачности, то фон полностью закрашивается в черный. Если я снижаю уровень прозрачности до минимума, то мы видим, что фон становится полностью прозрачным. Таким образом мы можем, например, поиграться и достичь какого-то определенного конкретного эффекта. Допустим, эффекта вот такой вот полупрозрачности. Но сейчас я сделаю его полностью прозрачным. Чтобы видео просматривалось полностью. Ну и вкладка Effects, по сути, она позволяет нам добавить или убрать тень, поиграться с положением этой тенью вот такими рычажками. Вот если я убираю тень, видим, да, она ушла под надписью. Добавляю тень, надпись становится более читабельной. Ну и еще есть вот такая вот штука, как добавление обводки. Сейчас у меня обводка стоит желтая. И если я поставлю галочку в этом чекбоксе, у меня добавится обводка. Этими рычажками мы можем данную обводку откорректировать. Ну и, конечно, вот здесь выбрать цвет нашей обводки. Ну и здесь работает все точно так же, как в разделе с настройками цвета текста. Поле деформации позволяет нам сдеформировать каким-то образом текст. Если мы включим галочку, здесь вот можем выбрать какой-то вариант деформации нашего текста. Видим, да, он меняет свою форму. Ну и каким-то образом потом все это дело доработать. Ну вот так несложно мы можем работать с текстом. Здесь, кстати, мы можем поменять пресет с текстом и потом снова внести все изменения. Ну вот, в общем-то, и все, что я хотела вам сказать о добавлении текста на видео в программе Sony Vegas. Таким образом вы можете добавлять названия, делать какие-то текстовые акценты, либо же добавлять текстовые логотипы на видео. На этом у меня все. Жду вас в следующем уроке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok